Ветер с востока. Так в этом году будет называться ледовый городок, который продолжает возводить на площади у театра-театра. Он займет территорию меньше привычной, но на ней собирается разместить то же количество горок, что и раньше. Здесь же в январе пройдет открытый кубок России по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». На месте будущих праздничных гуляний побывала Евгения Чернявская. Ветер с востока – главная тема ледяного городка в этом году. Случайная церемония, театр Кабуки, Шелковая ширма и другие интересные названия объектов встретит пермяков на площадке. Некоторые горки уже готовы на 30%, а некоторые – аж на 50%. Полностью закончатся работы, должны к 30 декабря. В этом году, как известно, городок расположится на площади у театра-театра. Она значительно меньше привычной – всего 1500 квадратных метров вместо 3500. Однако количество объектов не уменьшится, говорят специалисты. Просто разместят горки и ледовые скульптуры более компактно. Нынче у нас объекты все функциональные, начиная от лабиринта и заканчивая горками разного уровня. То есть это от трех метров высота скатов, заканчивая детскими метровыми горками. На этой же площадке уже в январе пройдет Кубок России по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Наш город примет эти международные состязания уже в пятый раз. Посоревноваться в мастерстве к нам приедут команды из разных городов России и зарубежья. В этом году у нас 11 команд. И все 11 скульптур выстроятся в галерею вдоль улицы Борчанинова, вот тут за моей спиной. И, собственно, дополнят, я даже бы сказала, что они станут, наверное, акцентом таким художественным ледового городка. Понаблюдать за работой скульпторов можно будет с 13 по 19 января. Галерея же откроется 20 января и проработает вплоть до 17 февраля. Тогда же закроется и ледовый городок. Евгения Чернявская, Елена Соснина, Валерий Шикунов, телевизионная служба новостей.